Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. В ожидании книги года на межрегиональный фестиваль «Читающий мир» в Рязань приехали издатели из 29 регионов страны. Растаманы из глубинки. Урожай жителя Пронского района составил полтора килограмма марихуаны и 110 кустов конопли. Под самый корешок в центре Рязани исчезнут старинные голубые ели – признак символа власти, которые обычно окружали госучреждения. В Рязанской библиотеке имени Горького сегодня дали старт межрегиональному фестивалю национальной книги «Читающий мир». В нем примут участие 73 издательства. На книжной ярмарке и в мероприятиях фестиваля будут представлены 29 регионов России и три страны ближнего зарубежья. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Подробности далее. «Читающий мир» для Рязанской области – одно из главных культурных событий года. Именно так обозначил стартующий 6 октября 7-й межрегиональный фестиваль книги министр культуры региона Виталий Попов на специальном брифинге для журналистов. В среде профессиональных издателей Рязанский форум – это как этап большого шлема для теннисистов. Статусный и почетный. «У нас громкие имена участников фестиваля. У нас замечательная большая книжная выставка, ярмарка, более 4000 наименований полиграфической продукции и, конечно, книга года. Мы все ждем побед, в том числе и от наших изданий, и от участников этого конкурса». На конкурс «Книга года» в этом году заявлено 192 издания от 68 издательств. География масштабная, 24 региона нашей страны, а также Донецкая Народная Республика и Эстония. Рязань в числе фаворитов, хотя бы потому, что совсем недавно подобный приз местные издатели уже получали. «Наше первое издание, оно выставлено вот здесь и присутствует здесь у меня на столе. Каталога библиотека Головниных была отмечена дипломом «Книга года» на международной московской книжной ярмарке, которая только что закончилась в Москве. Мы получили и на Сахалине диплом первой степени за это издание. Важно то, дорогие друзья, что и первое издание, и это трехтомное издание «Литературная Рязанщина. Российское звучание». Библиотека в год своего десятилетия нового статуса библиотеки выступила как издательство. И вечером вчера из нашей типографии хотела бы сказать, что все это издание, изданное на Рязанской земле. Кстати, небольшую завесу тайны Наталья Гришина все-таки приоткрыла. От Рязани на конкурсе были представлены книги по есенинской тематике и альманах со звезды рязанских маршалов. И конкуренцию своим российским коллегам местные издатели составили вполне серьезно. Впрочем, региональные работы тоже впечатляют. А как представлены национальные республики? Например, башкирский костюм, здесь книга о ремеслах Удмуртии, башкирские музыкальные инструменты, чеченские традиции. Сам фестиваль стартует 6 октября. Центральным его событием станет книжная выставка-ярмарка, которая будет работать 7 и 8 октября с 9.30 до 20.00. Всем любителям книг самое время отметить эти часы у себя в календаре. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». У здания ФСО на Рязанской улице Ленина срубят голубые ели. Символы советской эпохи сегодня мало того, что уже не актуальны, так еще и корнями регулярно разрушают асфальт. Герман Гущин о пережитках прошлого. Голубые ели и сосны у здания в советскую эпоху считались признаком власти. Но сегодня уже выглядят неким историческим артефактом. Но нет сегодня уже ни политбюро, ни соответствующего антуража. Поэтому решение об их вырубке в 21 веке не выглядит таким уж возмутительным. Тем более, когда из декоративных украшений улицы они превращаются в настоящую угрозу. Мы работаем согласно проекту. Проект сделан на основании экспертизы, которая была проведена и установила, что данные Туи на сегодняшний день противоречат строительным правилам. Фактически эти деревья разрушают фундамент здания, могут разрушить тротуар и оказывают неблагоприятное влияние, потому что здание затемнено. Перед тем, как строители приступят к распилу, деревья внимательно осмотрели. Оценка для зеленых красавиц неутешительна. По словам экспертов, внутри завелась плесень, которая опасна не только для самих елей, но и для человека. А еще такие вот старые полутрехлявые уже деревья угроза обрушения ствола на тротуар. Например, от порыва ветра. И, кстати, голые поляны это место после рубки елей надолго не останется. В проекте реконструкции здания и ремонта фасада прописано и восстановление зеленых насаждений, а также облагораживание газона. Проектом предусмотрена замена елок, да, я сказал Туи до этого, да, это елки. Замена данных елей на Туи как раз и устройство газона на территории. То есть благоустройство будет выполнено, статистический вид будет соблюден, при этом зданию будет нанесен минимальный вред, а окна получат свет, который необходим для работы. Туи это, конечно, не так солидно, как правительственные ели. Но для Рязани, города с умеренным климатом, самое то. Правда, это все дальняя перспектива. Ремонт здания – дело небыстрое. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани открылась выставка продажи икры и камчатской рыбы. Работает она перед торговым центром «Премьер» рядом с центральным входом. С места открытия Валерий Седов. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу и икру прямо из края вулканов. При этом все виды рыбы, а их ни много ни мало, 35, свежие и, что самое главное, натуральные. Чавыч пользуется буквально бешеным спросом у рязанцев. Не зря эту рыбу называют коронным продуктом камчатского улова. За большой размер чавыча не просто так называют княжеским или королевским лососем. Но помимо этого рязанцы могут попробовать белорыбицу, белугу, палтуса и тунца. Большим спросом пользуется и икра. Еще бы! Такой полукилограммовый контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Да и состав, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный, только икра и соль. Вообще эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Познакомиться с ним лично и купить полюбившуюся рыбку можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка продажи икры и рыбы «Камчатская» работает до 8 октября включительно. Руководители компаний, загрязняющих воздух в Рязани, должны быть персонально наказаны сразу, а не через годы судебных тяжб. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. По ее мнению, виновных следует лишить годовых бонусов и дисквалифицировать. Ранее Родионова грозила заводу Техно в Рязани при остановке деятельности через суд из-за выявленных нарушений. До сих пор не оглашены результаты проверок завода «Русская кожа» и РНПК. Также Родионова анонсировала проверки ООО «Сафьян» и ООО «Газпромнефть» Рязанский завод битумных материалов. В Рязанской области появился целый сад экзотических растений. Правда, поле это не для созерцания, иначе им бы не заинтересовались правоохранительные органы. Что же такого вырастил рязанец, расскажем далее. На видео вовсе не теплица, как можно было подумать, а всего лишь гараж жителей Рязанской области. Все кусты на этой плантации – конопля и марихуана. По подсчетам полицейских, аж на 110 кустов. И это не примитивная постройка. Есть здесь и система полива, освещения, вентиляция воздуха. А это уже хозяин плантации. Еще один садок он вырастил прямо в своем доме в Пронском районе. Теперь правоохранительным органам предстоит провести ревизию и тут. Марихуаны, например, у мужчины насчитали на полтора кило. И еще пять – это части наркосодержащих растений. В общем, объема хватает, чтобы понимать, что плантация эта создана совсем не для изучения ботаники. Следователем Следственного отдела ОМВД России по Пронскому району Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа с 4 по 9 октября. Впервые в Рязани с 4 по 9 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбиса – все от производителя. ТРЦ «Премьер». Первый этаж возле центрального входа. ТРЦ «Премьер»